Сергей Семенович, мы только что обсуждали вопросы развития здравоохранения в стране в целом. И, как я уже говорил, есть некоторые положительные тенденции, на которые мы обратили внимание в ходе сегодняшнего совещания. Хотя есть и проблемы, во-первых, рост заработной платы врачей, медицинского, среднего персонала и младшего персонала. Он от региона к региону разный. В целом, выглядит по стране в среднем неплохо, но от региона к региону разный. Во-первых. Во-вторых, по категории медицинских работников тоже разный, и здесь есть определённые вопросы, которые надо решать. Есть вопросы, связанные с финансированием федеральных медицинских центров. Надеюсь, что после сегодняшней встречи этот вопрос будет решён. Но Москва занимает в этом регионе всё-таки особое место. Я знаю, что вы много достаточно времени уделяете развитию здравоохранения. Мы с вами и в ходе проведения мероприятий, связанных с финансированием регионов в рамках известной программы трёхлетней. Занимались этим даже вдвоём. Хотелось бы непосредственно от вас услышать, как развиваются здравоохранения в столице, что сделано за последнее время, что и почему не сделано, что вы планируете в ближайшее время сделать. Потому что крупные центры работают хорошо и выглядят замечательно. Но, как это не покажется странным, но это факт жизни, всё-таки многие граждане, рядовые москвичи, ходят в обычные поликлиники, пользуются обычными койко-местами в рядовых больницах. И там далеко не всё так радужно, как на поездке кажется. Первое, что хотелось бы сегодня, всё-таки второе. Мы занимались, много раз обращались к вопросам развития транспортной инфраструктуры Третьего кольца. Ну и всё, что с этим связано, включая даже и железнодорожное сообщение, которое планировалось развивать в Москве, создавать дополнительные возможности для людей, которые здесь проживают, в решении этих достаточно острых проблем столицы. Пожалуйста, Сергей Васильевич. Сергей Васильевич, действительно, в 2010 году, когда ещё работали в правительстве, была принята программа модернизации, направленная к личные деньги. Будучи в Москве, принято было решение дополнить её 50 на 50. То есть на рубль федеральных денег ещё дополнительно и региональные денежки в таком же объёме. И программа в целом получилась солидной. За счёт этой программы нам удалось полностью переосносить не только ведущие клиники, они и так неплохо выглядели, абсолютно правильно говорить, но и обычные поликлиники, которые обслуживают большинство населения. Также клиники, которые скороспомощные, обычные больницы. И сегодня амбулаторные центры, больницы Москвы оснащены на уровне европейских стран оборудования. На уровне Великобритании, Франции чуть хуже, чем Германии. Но это уже европейский уровень. И речь идёт не о том, что просто железо натащили, и оно там простое. А речь идёт уже о функционирующем оборудовании. За счёт этого оборудования удалось значительно улучшить качество обслуживания населения. Вы сегодня говорили на совещании о тех положительных трендах, которые идут в стране. Москва не исключение, мы даже несколько быстрее двигаемся в этом направлении. Смертность среди трудоспособного населения за три года снизилась на 15%. Смертность от болезни кровообращения, онкологии, ДТП, органов дыхания от 10 до 30%. Снизилась смертность? Да, снизилась смертность. Это хороший показатель. В то же время мы, помимо программы модернизации, за счёт сэкономленных денег ещё докупили оборудование. Появились такие вещи, как, например, хирургические роботы ДВИЧ. Ещё мы закупили их в два с лишним раза дешевле, чем обычно закупалось. И в Москве четыре таких комплекса работают. Это уникальные комплексы, которые, конечно, уже новое поколение. Не все больницы находятся в надлежащем состоянии. Значительное количество московских больниц вообще находится в памятниках архитектуры. И там какие-то реконструкции делать практически невозможно или очень дорого. Поэтому принято решение о строительстве не только поликлиник, но и крупных больничных комплексов. Например, детская Морозовская больница. Завершено проектирование, заключён контракт, и мы в ближайшее время приступаем к строительству. Причём мы её финансируем также 50 на 50 с Российской Федерацией. Это будет одна из лучших в Европе клиник. Она запроектирована по европейским стандартам. Она, по сути дела, заменит две крупные клиники. И можно будет вывести из ветхих зданий морально-физически устаревших новую клинику. Конечно, помимо насыщения оборудованием, требуется серьёзная реструктуризация, оптимальная структура здравоохранения, требуется подготовка кадров. Это тяжёлая, рутинная работа. Не всегда она популярна, не всегда благодарна. Необходимо для того, чтобы здравоохранение эффективно функционировало. Мы этой работой последовательно занимаемся. Что касается Московского транспортного узла, я очень благодарен, что вы в своё время на совещании обозначили это как одно из приоритетов транспортной политики страны. Потому что транспортный узел переваривает по разным направлениям от 60 до 80% пассажиров страны. Это не только московская проблема, это проблема всей страны, экономики страны. По таким направлениям, как строительство метрополитена и реконструкция пригородных железнодорожных линий, мы продвинулись, на мой взгляд, неплохо. В прошедшем году построено уже 12 километров линий метро. Я думаю, что эта динамика будет с каждым годом увеличиваться. Начали уже реальную стройку новых главных путей по радиальным направлениям железной дороги и малого кольца железной дороги. По этим направлениям перевозится сегодня уже 2 миллиона пассажиров в сутки. После реконструкции должно перевозиться около 3 миллионов. То есть это громадный пассажиропоток, который, конечно, нужно обеспечить надлежащим транспортом. В 2015 году, если сложить строительство метро и железной дороги, а в мире так и считается, это рельсовый транспорт, то Москва выйдет на первое место среди всех городов мира, среди мировых городов по объему строительства и ввода рельсового транспорта и радиальных направлений, и метрополитена. Так что эта стройка развивается неплохо. Мы периодически на правительственном уровне мониторим, проводим совещания. Конечно, там требуется... Нам хочется, чтобы эта динамика была еще сильнее, быстрее финансировались эти проекты. Но если даже сохранить тот темп, который набран сегодня, то уже неплохо. Так что я считаю, что благодаря вашим решениям мы продвинулись в этом направлении. Да, извините. А сколько все-таки в конце концов Москва получила из федерального бюджета на модернизацию здравоохранения по этой программе? Где-то около 60 миллиардов. И такую же сумму, даже чуть большую, вложили из регионального бюджета. Причем, если пересчитать это в количество оборудования, то Москва должна была получить 40 тысяч единиц оборудования. Это магниторезонансных томографов, это УЗИ, это рентгеновские аппараты и так далее. За счет сэкономленных денег мы закупили 65 тысяч единиц, то есть на 25 тысяч единиц больше. И я считаю, что вот такая массовая, во-первых, закупка, во-вторых, снижение цены, она повлияла вообще на рынок в целом по России. Потому что Россию считали второстепенной страной, можно было в Европе по одной цене торговать, а в Россию приезжать и торговать совсем по другим ценам. Мы убрали ряд посредников и значительно снизили эту цену, чтобы позитивность казалась в целом на рынок медицинской оборудования. Мы планировали для развития московского транспортного узла использовать средства резервного фонда, ФНБ. Для того, чтобы это произошло, нужно предпринять ряд шагов на федеральном уровне. Как сейчас идет эта работа? Я считаю, что там продвижение есть. Ваше сотрудничество с правительством как развивается в этом направлении? На территории Москвы проект, он связан в основном с малобетонным кольцом, так называемым ЦКАД, центральная кольцевая автомобильная дорога. По территории Москвы проходит небольшой участок на протяжении 10-12 километров максимум. И в первую очередь она финансируется 100% за счет бюджетных средств. Но всю кольцевую дорогу, конечно, нужно дополнительный, в том числе кредитный ресурс, в том числе и за счет ФНБ. И, насколько я знаю, правительство уже на стадии принятия решений для того, чтобы обеспечить финансирование этого проекта. В этом году должна начаться струйка. Да, но для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы и проекты были готовы. Вы как отслеживаете его, подготовку к самому финансированию? Во первую очередь проектная документация уже практически полностью готова.